здравствуйте дорогие друзья сегодня на обзоре вам хочу представить телефон китайского производства lenovo s 930 что на первый взгляд хочется сказать про среди вас это то что у него приятный внешний вид очень неплохо выглядит спереди довольно стильно имеет такую рифленую заднюю поверхность такую мелкую мелкую микро можно что внешний вид посмотрели теперь можно перейти к обзору фишек и примочек телефон имеет 8 мегапиксельную камеру вспышка кстати очень ярко вот это вот я боялся что будет слабая но когда пришел в принципе очень очень даже хорошая вспышка есть микрофон для шумоподавления 35 разъем понятно него микро usb здесь же и динамик находится вы микрофон то есть особенность этого телефона это два стерео динамика выполнены они по технологии dolby digital стерео работает они очень громко качество звука наушника кстати тоже очень хорошие благодаря этой же системе dolby digital емкость этого аккумулятора 3000 миллиампер принципе если сидеть за загрузкой приложениями оперативной памяти и прочей день этот телефон вполне очень даже может прожить четыре дня в поличном опыту говорю потому что ты так это точно это с использованием интернета видео в игрушке я конечно не играем но вай-фай никогда не отключается постоянно работает по поводу экрана гран здесь довольно яркий hd разрешение 1280 на 720 точек принципе качество экрана удовлетворительно цвета сочные насыщены еще есть к прикольная штучка которая переворачивает в ней перебрасывает кнопки со стороны в сторону зависит от того какой руки он лежит положить вот сюда через должен не перекинуть вот так двигается для удобства набор в принципе решение неплохого оболочка здесь стоит русская но изначально еще с китайской оболочкой пришлось его прошивать потому что китайская вот там есть и русский но он коряба пришлось все самому делать ну и в принципе обновление уже даже приходили на нее вот потому что булочка не подпольная официально камера здесь как я уже говорил 8 мегапикселей снимает в принципе неплохо хорошее качество не знаю не не самая лучшая но очень даже хорошее фотографии тоже сочные насыщенные получаются неплохие видео снимает фула жги сейчас можно даже протестировать аудио так где же у нас дисплеер так что нам такое включить так звук хороший качество звука тоже хорошее ну звонок если хотите пропустить то вы не сможете пропустить потому что реально громко для тех кто будет использовать будильник по утрам то желательно конечно громко сделать потише потому что когда включается орёт так что нужно переплываться качество материалов и качество сборки в принципе оно хорошее приятное экран имеет олеофобное покрытие все еще пальцы приятно скользят по экрану не липнет как на многих других аппаратах у него есть три кнопки они сенсорные не подсвечиваются конечно принципе не знаю может было бы лучше чтобы они подсвечивались но когда привыкаешь в принципе вполне вполне видно вечером когда отсвечивает экран на них падает свет и отблескивают процессор здесь мтк 6582 1.3 гигагерца частота 1 гигабайт оперативной памяти 8 гигабайт встроенной памяти из которых пользователю доступны 5 гигабайт поддерживает флешку до 64 гигабайт OTG кабель не поддерживает углы обзора неплохие не самые лучшие но инверсия все равно присутствует когда смотришь снизу с левого угла и сверху тоже есть немного но снизу сижу больше если некоторые люди говорят что инверсии нет на самом деле она есть конечно было бы в идеале здесь было full hd разрешение но hd в принципе вполне достаточно не так напряженно все если конечно не присматриваться впритык и не искать пиксели на расстоянии руки вы их просто не заметите даже не на расстоянии руки даже не на расстоянии руки но имея в виду в каждодневном пользовании то есть вы просто так их не увидите также здесь есть куча примочек от lenovo допустим вам кто-то звонит и можно провести рукой по сенсору или приложить телефон куклу и он сам снимает трубку есть примочка такая как в современных аппаратах сейчас по двойному тапу вызывается там допустим просыпается со спящего режима телефон выходит то здесь по моему свадь то куда свадь пальчиком так внизу вводите раз и он включается по двойному тапу здесь можно вызвать меню задач полно темы от lenovo но в принципе лично я устанавливал здесь неродной лаунчер гол лаунчер мне он нравится больше потому что родной чуть-чуть подтапливаю так то он работает нормально но именно вот эти вот иконки меня чуть-чуть напрягают потому что есть немножко такое подергивание неприятное для непредирчивых в принципе это не проблема но мне это напрягает поэтому я установил другой лаунчер ну в общем все на сегодня я все рассказал про этот телефон думаю телефон если кто-то захочет его покупать то в принципе за ту цену которую он стоит там приблизительно 170 долларов телефон вполне себя окупает вполне стоит этих денег дороже я бы не стал его покупать с его красная цена 170 долларов это да покупать или нет то есть я на стороне не буду каждый решает для себя сам поэтому решайте сами телефон неплохой по 12 балльной шкале ну я бы ему дал где-то баллов 8 7 с половиной 8 все на сегодня все дорогие друзья до свидания м м м м м м м м м Продолжение следует...